Во время застолья сложно обойтись без употребления спиртных напитков. Правда, иногда бывают ситуации, когда и расслабиться нельзя, но и отказаться от алкоголя нежелательно. Тогда можно использовать проверенные методы, помогающие избежать опьянения. Легенда гласит, что все они якобы изобретены спецслужбами. Лучше всего перед тем, как принять на грудь, плотно поесть. За пару часов до застолья можно выпить 100 граммов водки или другого крепкого напитка. Зачем, спросите вы? В вашем организме начнут вырабатываться специальные вещества, помогающие усвоению спирта. Это сделает вас более устойчивым к дальнейшим возлияниям. Еще один способ – это принять активированный уголь или другой абсорбент. Он впитывает часть спирта и сивушных масел. Можно также за час до застолья принять мезим или фистал. Таблетки посодействуют нормализовать работу желудка, а значит алкоголь будет усваиваться нормально. Опьянению препятствует витамин С. Можно бросить в бокал дольку лимона или апельсина. Но помните, что любые продукты, богатые этим витамином, раздражают слизистую желудка. Во время застолья необходимо соблюдать определенные правила. Например, нельзя смешивать разные напитки. Пейте или одну водку, или шампанское, или скажем красное вино. Иначе непременно опьянеете. Кроме того, не следует употреблять более слабые напитки после крепких. К примеру, пиво после водки пить нельзя. Больше двигайтесь. Если не хотите опьянеть, периодически вставайте из-за стола и разминайтесь. Лучший способ для этого – участие в танцах. Можно и просто выйти на свежий воздух. Он быстро выветрит хмель из головы. Правда, если в помещении тепло, а на улице холодно, вы можете легко замерзнуть. Существует также несколько мифов о средствах, якобы блокирующих воздействие алкоголя. Миф первый. Сырое яйцо, которое рекомендуется выпить перед употреблением спиртных напитков. На самом деле сырое яйцо действительно способно несколько замедлить процесс опьянения, но при этом дает значительную нагрузку на желудок. И в результате ваше состояние может ухудшиться. Да и не стоит забывать, что от сырых яиц можно заболеть сальмонеллезом. Миф второй. Жирная пища. Иногда встречаются советы съесть перед застольем кусочек сливочного масла или сала, а то и выпить ложку растительного масла. Мол, жир обволакивает стенки желудка и не дает спирту всасываться. Но на деле толку от этого нет, так как для того, чтобы смазать весь желудок, нужно съесть просто огромное количество жира. Миф третий. Молочные продукты. При похмелье молоко или кефир действительно помогают, но если вы не хотите пьянеть, они ваши проблемы никак не решат. К тому же употребление молочных продуктов вместе со спиртным вредно, так как они активизируют поджелудочную железу. В итоге можно получить сильное алкогольное отравление и тяжелое похмелье. Правда, есть у наших разведчиков свои фирменные способы опохмела. Например, в Лондоне готовят коктейль «Ойстер» из подсолнечного масла, двух столовых ложек томатного сока, чайной ложки коньяка и яичного желтка. Перед употреблением его солят, перчат и взбалтывают. Как альтернативный вариант – овсянка, залитая чем-то кисломолочным. В Германии наши резиденты с похмелья едят маринованную рыбу, густо посыпанную луком и запивают ее йогуртом. В Финляндии отправляются в сауну. Она не должна быть слишком жаркой, достаточно 80 градусов. Говорят, именно при такой температуре токсины наиболее активно выходят через кожу. Довольно двух-трех заходов по 5-7 минут, чтобы полностью вывести алкоголь из организма. В Китае наши разведчики пьют водку или виски с зеленым чаем. Он богат антиоксидантами и похмелья не бывает. На этом все, дорогие друзья. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!